Фестиваль сыра первый в области и точно не последний. Гости пробуют, смакуют, сыры мягкие и твердые на любой вкус. Сыровары говорят, что в их продукте гормон радости сыротонин. Участники из Самарской области, Башкирия и даже Италия. Губернатор пообещал, фестиваль станет ежегодным, войдет в туристический маршрут и это будет визитная карточка Самарской области и села Рождествено. За два года вложили в Рождествено 320 миллионов рублей на газификацию, на дороги. Мы знаем, что еще не все сделано и будем это продолжать, для того, чтобы здесь были созданы все условия, для того, чтобы нормально жили. Торжественный концерт, награждение заслуженных работников памятным знаком Куйбышев запасная столица и, конечно, встречи с жителями. Здесь в Рождествено живете? Да, да, да. Как условия жизни? Нормально, мне дали квартиру. Новую? Да, все нормально. Она труженица, не знаю, какая, у нее огород, не пылинки. Кроме того, губернатор ознакомился с работой нового водозабора, который обеспечивает водой сразу три села на правом берегу Волги и принял участие в открытии нового здания пожарного депо. С новым производством на заводе аккумуляторов Николай Меркушкин ознакомился уже в Жигулевске. Оборудование для новой линии изготавливали по специальному проекту. Губернатор отметил, темпы развития производства впечатляют. Очень важный проект для области. Да, это важное очень низшее импортозамещение, причем в очень больших объемах. Это поставки батареи не только для автомаза, но и для всего Альянса. На встрече с жителями губернатор пообещал, все обращения будут взяты на контроль. В ближайшее время будет активно развиваться социальная инфраструктура. Сейчас ведется капитальный ремонт школ. На главной площади Жигулевска глава Самарского региона поздравил жителей с Днем города, наградил заслуженных и почетных работников. Олеся Корецкое событие. Продолжение следует...